добрый день сегодня мы рассмотрим crazy gear от компании чаи коробочка уже немного отличается хотя издалека кажется что точно такая же как у других головоломок этого бренда если на том же супер иви черный фон был просто в косую полосочку то на crazy gear здесь все шестеренка не помню было ли подобное на более ранних моделях этой компании но забавный момент рафаэль молфлин дизайнер код товара мфг 2053 открываем нас встречает маленькая инструкция и сама головоломка я уже один раз собрал crazy gear инструкцию при этом не смотрел на сейчас перед съемкой открыл и понял что инструкции тут особо то и нет здесь просто показано как определить какие элементы это центры ребра и углы по сравнению с классическим кубиком вторая сторона вообще чистые ну и все по-китайски и все было бы хорошо если бы crazy gear собирался точно так же как обычный gear куб но и есть некоторые отличия мы помним что у компании че было несколько разных головоломок мячик цилиндр и пирамидка мячик и цилиндр это тоже самое что обычный кубик а пирамидка значительно отличается здесь по внешнему виду кажется что будет разница примерно как 3 на 3 и axis куб в этом сравнении есть что-то разумное давайте посмотрим как вращается crazy gear как-то вот так мы видим что один поворот сразу изменяет форму головоломки если сделать такой же поворот на обычном gear кубе то из плоскости выходит только ребра здесь прежде всего нужно определиться где какие элементы находятся как я уже говорил инструкцию я не смотрел поэтому рассуждал следующим образом когда мы вращаем обычный gear куб мы видим как вертится ребра а центры ориентацию свою не меняют в правой руке у нас уголки с ребрами и одним центром а значит по неподвижному элементу можно определить где центры неподвижную в плане вращения вокруг своей оси давайте посмотрим вращаем вот этот элемент вращается вокруг своей оси вот этот тоже а вот этот и вот этот нет поэтому легко предположить что вот эти вот двухцветные элементы это центры не вращаются а а вот это вот это вот это вот это и вот это ребра на среднем слое мы обнаруживаем четыре центра и 4 ребра дальше как и на классическом гире 4 ребра и 4 центра всего центров 6 поэтому можем делать уже какие-то выводы вот это точно центры красно-синий желтеньким бело-красный зелененьким еще два подобных получается что все центры трехцветные но третий цвет совсем маленький также мы можем обратить внимание что вот на вращающейся грани поворачиваем здесь должно находиться четыре угла четыре ребра и один центр но центр понятно вот он трехцветный также вот этот элемент трехцветный это уголок еще здесь должно быть три угла мы уже заметили что вот такие вот двухцветные элементы это ребра и вот такие большие шестеренки это тоже ребра а вот такие маленькие трех лучевые шестеренки звездочки это получается углы на всей головоломке получается два трехцветных угла бело-синий красный и где он желто-зелено-оранжевый и остальные углы одноцветные они вот такие звездочки с тремя лучами основными которые каждый еще раздваивается если все это подметить то можно уже головоломку и собирать сейчас мы видим что crazy gear как бы собран но не ориентированы ребра надо повращать немного и все вернется при перемешивании crazy gear очень сильно меняет свою форму и очень тяжело ориентироваться собирал его достаточно долго пока разбирался в его особенностях я напомню как собирается обычный gear cube немножко размешаем головоломка который позволяет вращать каждую грань на 180 градусов если повернуть на 90 то дальнейшее вращение невозможно чтобы было такое вращение возможно нужен gear mix up но это обычный gear правда с ребрами которые нужно ориентировать классический gear такой необходимости не требует так 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 что сначала нужно сделать сначала нужно собрать углы вот угол бело-зеленый рядом с ним нужно поставить еще один белый зеленый два угла есть еще два углы стоят правильно углы стоят правильно остается расставить центры это просто вращением вот вот это простое движение нам сейчас нужно будет в самом начале сделать на crazy gear после чего нехитрым алгоритмом нужно расставить ребра по местам здесь они все по местам стоят алгоритм следующий r4 u2 r4 u2 что этот алгоритм делает он меняет два вот этих ребра два вот этих а также по диагонали вот эти и вот эти вот эти ребра должны стоять правильно ну или он их не перемещает а значит мы просто находим два ребра которые нужно на одной грани поменять местами и выполняем алгоритм r4 u2 r4 u2 ну и все ребра по местам после чего ребра которые не в плоскости на грани мы должны ориентировать до хотя бы вот такого состояния ну или вот такого какой получится для этого просто вращаем пока не станут на свое место смотрим вот в плоскости все элементы остается флипнуть ребра для этого алгоритм из кубоидов r2 u2 трижды мы будем применять опять располагаем правильные ребра на слое с и выполняем r2 u2 r2 u2 r2 u2 и обычный гиркуб тут собирается но на крэйзи гире мне после этого оказались все центры развернуты на 180 градусов я сначала подумал что я возможно где-то ошибся но оказалось что нет это особенность головоломки центр здесь не симметричные как здесь и поэтому за их ориентации нужно следить все это решить можно на последнем этапе а именно на ориентации ребер давайте перемешаем и быть может у меня получится это собрать сегодня так главной особенностью еще является то что непонятно когда нужно остановиться во вращении допустим так пробуем вращать не так а кстати хотел еще показать один момент вот мы вернули в исходное состояние вот так вот кубик крутится а если мы возьмем немножко другой плоскости вот в этой то с непривычки можно удивиться что он заклинил если по особенному схватить за центры то он вращаться не будет на деле я упираюсь в центре центры жестко закреплены на крестовине на том что здесь вместо крестовины и поэтому иногда кажется что кубик не вращается чтобы избавиться от такого ощущения надо просто отпустить центры и вращать но за углы или ребра допустим так вот так если какой-то плоскости не вращается надо повращать немножко в другой и возможно тогда что-то изменится слабонервным я эту головку не рекомендую такой хаос вот на ощупь находим плоскости вращения ну как только соберется часть этапов будет полегче но пока на ощупь ну вот crazy gear ну а теперь давайте пробовать собирать ну я вижу вот белый синий красный уголок симметричный трехцветный элемент рядом с ним нужно поставить еще какой-то уголок ну вот похож на уголок белый вот эти покрупнее звездочки это ребра помельче это углы вот такие трехцветные элементы центры вращаем так сейчас он а вот наверное так хорошо в одной плоскости стоят но это получается диагональные углы не хорошо значит нужно но вот сюда красный уголок а сюда синий синий есть красный отсутствует так не так вот два есть значит вот здесь где-то должен быть еще так красный и здесь еще какой-то красный с желтым пробуем вот так да мы получаем один угол вот эта маленькая звездочка синие второй желтый третий и вот четвертый и мы видим что уже форма кубиком вырисовывается так смотрим а ну здесь все остальные не встали тоже по местам немножко повращаем чтобы было не так все просто да что может быть такое что еще не соберутся центры к примеру вот такое состояние здесь угол 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 и вот угол центр здесь нормальные а на противоположной грани еще вот так вот как-нибудь сдвинуть вот 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 центры не подходят ну если повращать то видимо подойдут да мы видим по центрам контур кубика то значит хорошо проверяем что углы все по местам трехцветные и трехцветные вот два трехцветных по диагоналям находится вот здесь желтая грань вырисовывается здесь белая и но остальные оранжевая так ну как мы видим перемешалась плохо поэтому давайте попробуем выполнить алгоритм который я показывал на обычном геркубе r4 у 2 r4 у 2 который переставляет ребра не факт что получится но попробуем надо только на что-то ориентироваться вот центр его центр этот центр будет передний этот центр будет верхний чтобы произошло движение r2 у нас вот этот центр должен перейти сюда чтобы произошло движение r4 значит следующий должен встать на это место посмотрим на обычный делаем r2 оранжевый стал наверх еще r2 синий стал наверх на это попробуем ориентироваться значит ну да допустим вот эти два вращаем так на проверить чтобы верхний слой вращался так вот r2 r4 так здесь вот центр этот поставим на его место движение у 2 еще r2 r4 вроде так что получилось мы видим угол угол на местах так здесь немножко не докручено вроде похоже уже что-то не очень центры стоят все криво но на своих местах если действительно все хорошо да угол угол дальше белый белый синий синий по диагонали немножко кажется как то не так но здесь тоже вот углы все совпадают вот вот как то вот так должна быть форма так да почему центры развернулись ну потому что мы делали у 2 движение у 2 разворачивает центры на 180 градусов и такую картину мы и заметили если бы я сейчас не делал этот алгоритм то все было бы на своих местах так ну теперь давайте попробуем вернуть все на место вот ребро на месте находится между синим и синим углами дальше вот это ребро это ребро не на месте очень тяжело ориентироваться с перевернутыми центрами но вот это ребро явно должно быть не здесь нам сейчас нужно найти ребра которые нужно поменять вот так местами ну вот два ребра которые стоят на месте смотрим если перестановка вот этих двух нам даст результат то будем делать отсюда но если вот это станет сюда будет плохо потом перехватываем желтая пойдет сюда станет хорошо зелено-красная пойдет сюда станет хорошо значит вот из этого положения меняем вот эти два ребра и все должны встать по своим местам в теории опять r2 r4 либо не докрутил либо перекрутил вот что-то похожее давайте проверим ну видимо где-то ошибся ребро на месте ребро на месте судя по тому что центры не развернулись обратно значит что-то я сделал не так вот это явно не на месте ну а значит придется переделывать для этого берем как-нибудь и выполняем тот же алгоритм меняя вот эти два элемента нет не эти два вот эти два пробуем r2 еще раз r2 у 2 r2 еще раз r2 у 2 проверяем так углы 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 какие элементы по местам красное ребро на месте синие тоже а вот это тоже желтое нет белое на месте вот желтое зелено красное надо менять вот из такого положения давайте еще раз проверим что вращается вот эти два r2 r4 у 2 r2 r4 у 2 вот ну не вот да вот примерно так сборка и протекает все время путаешься но сейчас что-то стало ближе у нас некрасивая ситуация когда часть ребер стоит по местам а часть нет так ориентируемся раз центр два центр r2 r4 а от я погорячился просто было не докручено все все было хорошо все центры ориентировались правильно и ребра стоят по своим местам это было непросто теперь нужно различить ребра которые стоят на 180 градусов неправильно ориентированные сейчас мы здесь смоделируем стоит отличать ребра которые флипнуты на месте и те которые не до конца повернуты вот это решается просто вращением таким до тех пор пока не станет в плоскости а вот это алгоритмом r2o2 здесь можно конечно понять что вот этот элемент он наверное должен развернуться не на 180 градусов так же как и этот не похожи поэтому можно попробовать повращать вот этот слой несколько оборотов да ребро встало в плоскость а вот это ребро это и это и это тоже пробуем вращать мало достаточно ну сейчас crazy гир собрался и те кто собирают его один единственный раз могут не получить той веселой ситуации которая была у меня а именно вот такая ситуация когда вроде бы все собрано но все центры развернуты на своих местах на 180 градусов пока это моделировал тут лишний раз пересобрал гиркоп и с каждым разом это все таки становится проще ну в первой сборке меня такая ситуация удивила напомни из-за чего разворачиваются вот эти центры когда мы пытаемся правильно ориентировать ребра на последнем этапе мы что делаем R2 U2 R2 U2 R2 U2 и при движении R2 и U2 у нас каждый центр разворачивается на 180 градусов из-за чего и получается вот такая картина все элементы на своих местах а центры которые нам всегда казались стабильными и не имеющими ориентации оказываются развернуты на 180 градусов как же это решить я придумал такой способ возможно он не самый оптимальный но если вам нужно сделать один алгоритм R2 U2 трижды и центры у вас неправильно ориентированы на предыдущем этапе были то все будет хорошо хорошо если же центры стоят ровно а ребра нужно ориентировать за один алгоритм нужно сделать так чтобы с первого применения ребра не ориентировались и потребовалось второе и тогда центры дважды повернуться на 180 и вернуться в свое положение то есть как это происходит делаем R2 U2 R2 U2 R2 U2 допустим в такой ситуации мы за одно применение R2 U2 трижды развернем все нужные ребра при условии что ребра на S слое у нас ориентированы правильно мы же просто возьмем перехватим так чтобы вот эти ребра были правильными и выполним тот же алгоритм R2 U2 R2 U2 R2 U2 и у нас ребра не собрались как-то переставились и мы перехватив да кубик получаем практически такую же ситуацию и делаем алгоритм еще раз R2 U2 R2 U2 R2 U2 и вот все получается а значит вот эту ситуацию надо было предугадывать на предыдущем этапе но если вы это пропустили как же быть отсюда я вижу способ применить этот алгоритм трижды но сначала мы что-то флипнем какие-то ребра R2 U2 R2 U2 U2 R2 U2 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 мы видим что центры встали правильно и какие-то ребра флипнулись видим что на 180 градусов ровно шестеренка развернулась чтобы за один раз флипнуть все эти ребра нужно найти правильные вот и вот и взять их по бокам но мы возьмем их не по бокам а под 90 градусов кубик перехватим то есть вот эти будут флипаться а эти как раз не будут нам придется алгоритм делать второй раз после этого выполняем выполняем U2 U2 R2 U2 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 R2 U2 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 Есть ребра, которые ориентированы правильно, все ребра стоят на своих местах, центры ориентированы неправильно, и нам остается одно применение алгоритма R2O2 для того, чтобы все ориентировалось в нужное положение. Для этого мы берем правильно ориентированное ребро, одно, ищем такое же еще одно, располагаем их по бокам и выполняем алгоритм R2O2 трижды. Я очень надеюсь, что сейчас не ошибусь, и все это соберется. R2O2 R2O2 R2 Победа близка, O2, да. Я уже почти час записываю это видео, но на монтаже наверняка будет немного короче. Вот такая вот интересная головоломка для терпеливых. Сложнее, чем обычный гирпуп, значительно. Ну, больше сложности из-за того, что полностью теряешь ориентацию в пространстве, когда все вот это вот в страшном таком виде переворачивается и перекручивается. Особенно, когда перекручиваются центры. Очень мало ориентиров и, ну, наверное, с опытом будешь собирать это все быстрее и быстрее. Но вот даже сейчас, собрав уже однажды эту головоломку, я трижды ошибся, пока пытался тут продемонстрировать свои наработки. Это ни в коем случае не обучающее видео, просто поделился теми наблюдениями, которые я успел здесь сделать. Если вы нетерпеливый человек, то лучше, наверное, Crazy Gear не покупать. Возьмите вон там мячик, цилиндр. По мне так пирамидка даже проще, потому что там всегда понятно, что ты делаешь. А здесь вроде бы принцип сборки такой же, за исключением ориентации центров, но все это гораздо сложнее. Все перемешивается в шестеренчатый хаос и становится просто страшно и неуютно. Голомка недорогая, здесь также пластинки на черной основе, как и у всей серии. Единственное, что цвета, мне кажется, тут много другие. Синий стал прям голубеньким, здесь темно-синий, красный какой-то бордовый стал здесь поярче, белый потемнее, зеленый не такой яркий и желтый тоже более тусклый. Ну, не знаю, что-то поменялось, но смысл не очень. Вот такая вот головоломка. На этом у меня все. Всем спасибо, всем пока.